Приветствую вас! Меня зовут Екатерина Андросова. Сегодня мы выполним вечернюю успокаивающую практику хатха-йоги. Присаживайтесь, пожалуйста, в любое положение с прямой спиной. Плечи уводим назад, вытягиваемся макушкой вверх. Прикрываем глаза. Направляем внимание на дыхание. И делаем спокойный вдох и выдох. Во время практики постараемся сегодня удерживать дыхание в режиме Уджайи. Легкий шипящий звук на вдохе и выдохе. Еще раз плечи уводим назад, вытягиваемся макушкой вверх, глаза прикрыты. Начинаем разминку для шеи. Опускаем голову вниз и мягко уводим назад, подбородок тянем вверх. Со вдохом голова назад, с выдохом вниз. Завершаем наклоном. Выпрямили шею. Далее наклоны. Опускаем голову вправо и влево. Здесь дыхание свободное. Завершаем на вторую сторону. Выпрямляем шею. В скрутке. Поворачиваем голову вправо. Со вдохом в центр, с выдохом влево. Снова глаза прикрыты. И дыхание. В нашей вечерней практике очень важно внимание направлять на дыхание. Если вы чувствуете, что дыхание ускоряется, становится очень частым, вы его осознанно замедляете. Завершаем скруткой на вторую сторону. Снова выпрямили шею. Опустили голову вниз. И далее три вращения. В одну сторону три вращения. В другую. Снова выпрямили шею. По завершении снова выпрямили шею. Несколько движений для плечевых суставов. Уводим плечи назад несколькими движениями. Круговые вращения стараемся делать с максимальной амплитудой. Далее в другую сторону тоже с максимальной амплитудой делаем движения. И еще раз плечами назад. Круговые вращения. Еще раз напоминаю о дыхании. Уже сейчас мы дышим в режиме уджай. Легкий шипящий звук на вдохе-выдохе. Еще одно круговое движение назад осталось в этом варианте. Руки опускаем на пол, выпрямляем ноги перед собой. Стопы подтягиваем на себя, уводим от себя. Здесь у нас спина в свободном положении. Если вам с прямой спиной тяжело сидеть, вы можете откатиться назад, руками упереться в пол и находиться в этом положении. Далее стопы направляем в стороны, внутрь несколько раз. Наблюдайте, пожалуйста, с движениями стопами. И вращения стопами делаем в одну сторону. Примерно 3-5 вращений. И в другую сторону. Снова 3-5 вращений с хорошей амплитудой. Далее складываем ноги в сукхасану, легкую и удобную позу. Или положение по-турецки его иногда называют. Скрещиваем голени и стараемся стопы поместить под колени. Руками отталкиваемся от пола, грудную клетку подаем вперед. Стараемся сформировать острый угол между корпусом и полом. У кого получается, руки переводим вперед. Продолжаем тянуться дальше. И кто может, опускаем предплечье на пол. Фиксируем это положение. Три цикла дыхания. Прикрывайте глаза. Прямая шея. Три цикла дыхания. Прикрывайте глаза. После третьего цикла поднимаемся. Снова руки вводим назад. Меняем перекрест голени. Еще раз отстраиваем исходное положение. Руками оттолкнулись от пола. Потянулись корпусом вперед. Остаетесь здесь. И идите дальше. Уводите руки вперед. Или опускаете предплечье. В вашем крайнем положении три цикла дыхания. И после третьего цикла дыхания аккуратно возвращаемся. Далее аккуратным перекатом переходим в положение кошку. На санскрите называется маджирясана. Ладони под плечами. Угол в коленях 90 градусов. Отстраиваем исходное положение. И динамика. Со вдохом делаем прогиб. Выдох круглая спина. Несколько движений повторяем с вашей амплитудой, в вашем режиме, но желательно не торопиться. Синхронизируем с дыханием каждое движение. И сделайте, пожалуйста, еще один раз. По завершении аккуратно уходим на стопы. Колени широко. Стараемся стопы поставить на пол. Пятки опустить. Руки в намасте. Положение кагасаны. Руками расталкиваем голени. Глаза прикрываем. Глаза прикрываем. Задерживаемся в этом положении на несколько циклов дыхания. Это положение хорошо воздействует на органы малого таза, улучшает кровообращение. И также для начинающих помогает сделать забедренные суставы более подвижными, если вас интересует освоение какой-то медитативной асаны. По завершении третьего цикла дыхания опускаем руки на пол и аккуратно начинаем подниматься. Сначала поднимаемся параллельно полу, потом поднимаемся вверх. Встаем на центр коврика и отстраиваем положение тадасану. Уводим плечи назад. Руками вытянулись в пол. Ровное и уверенное положение. Тадасана поза горы. Стопы плотно прижаты к коврику. Поясничный прогиб убираем. Подтягиваем ягодицы. Область живота. Попробуйте в крайнем положении прикрыть глаза. И теперь мы выполним с вами балансовое положение в рикшасана. Левая нога опорная. Правую ногу мы подтягиваем к себе. Захватываем голень и укладываем на бедро. Вы можете пользоваться стеной, если пока не готовы балансировать. Или же придерживать ногу руками. Или руки сложить в намасте. Если пока вы не можете поднять ногу высоко, вы можете опираться в голень. Или в бедро, но не очень высоко. Держимся взглядом за точку на полу. Для тех, у кого получается в рикшасан достаточно легко, попробуйте прикрыть глаза на несколько секунд. И подоблюдать, как тело себя ведет с закрытыми глазами в этом балансовом положении. Сделаем вместе еще один цикл дыхания. Глубокий вдох. Выдох. Правое колено подтягиваем к груди. И опускаем. С левой ноги снимаем напряжение. Делаем вращение левым носком. В одну сторону, в другую. Далее две стопы на полу. Делаем перекаты в одну и другую сторону. Тоже разминаем стопы, проминаем хорошо их. И перекаты вперед-назад. Собираем стопы вместе. Еще раз отстраиваем тадасаны. Стопы прижали к полу. Подтянули область тазового дна. Мышцы живота, мышцы ног. И макушкой вытянулись вверх. Правая нога опорная. Левое колено груди. И из этого положения вы выполняете ваш вариант. Как выполняли на прошлую сторону. Если необходимо, держитесь за стену. Взглядом цепляемся за точку на полу. Вспоминаем про дыхание. Уджай. Ровное и мягкое дыхание. Кто пробовал закрывать глаза, попробуйте сейчас. И снова колено груди. И аккуратно опускаем. С опорной ноги снимаем напряжение. Вращаем правый носок. В одну сторону, в другую. Далее в одну-вторую сторону движение. И перекаты вперед-назад. Для следующего положения нам понадобятся кирпичи. Если вы совсем начинающий, поставьте, пожалуйста, перед собой. Стопы на ширине таза. Руками вытянулись вверх. С выдохом опустили руки на таз. Наклонились параллельно полу. И руки помещаем на бедра. Попробуйте выпрямить руки в локтях. Прямая шея. Взгляд в пол. Дальше пробуем руки опустить на кирпичи. Продолжаем наблюдать за дыханием и за состоянием нашего тела. Как тело реагирует на изменение движений. Если для вас это пока предельное положение, вы остаетесь здесь, с прямой спиной. Если даже такое пока недоступно, остаетесь выше. Кто идет дальше? Можете или опустить кирпичи пониже, или упираться руками в пол. Мы постепенно двигаемся с вами к уттанасане. Наклоны в положении стоя. Интенсивное вытяжение. На следующий цикл дыхания руки в локтевой замок. Опускаемся ниже. Шея расслаблена. Голова свисает вниз. И для кого доступно со следующим выдохом, попробуйте сделать захват за голени и вытянуться еще более интенсивно вдоль ног. И уже на три цикла дыхания останьтесь в вашем предельном положении. Или с локтевым замком, или в положении с захватом за голени вдоль ног вытягиваемся. После вашего третьего цикла дыхания мы начинаем подъем, но тоже очень медленно. Сначала параллельно полу. Далее повыше. И поднимаемся в положение стоя. Здесь восстанавливаем свое состояние. Если есть головокружение, делаем несколько циклов дыхания. Хорошо. Далее мы расставляем ноги широко. Ноги остаются на одной линии. Таз раскрыт. Левая стопа смотрит вперед. Правая стопа направлена внутрь. Правая стопа направлена туда же, куда и колено. Руки в стороны. И выполним отхит и триконасану позу треугольника. Тянемся за левой рукой. Тело остается в одной плоскости. Левую руку помещаем или на бедро, или на голень. Правую поднимаем вверх. Кто может, постепенно опускаемся. Если вы чувствуете дискомфорт от упора в ногу, в колени, например, дискомфорт, то убираться можно в кирпич. Выходим в ваше крайнее положение. И тоже сделаем три цикла дыхания вместе. Вспоминаем дыхание у джая. Подключаем его. Аккуратно. Продолжаем. 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 Аккуратно. Аккуратно правую руку опускаем вниз. Правую ногу уводим чуть вправо. Таз закрываем. Теперь ноги у нас на лыжне. На параллельных прямых. Таз закрыт. Кирпич можно оставить под правой рукой. Наклоняемся параллельно полу. Правую руку помещаем на кирпич. Или для опытных практиков на пол. Скручиваем корпус. И левую руку поднимаем вверх. Старайтесь, чтобы таз у вас остался на таком же уровне. Левую руку подняли вверх. И в вашем крайнем положении у нас три цикла дыхания. И будьте внимательны. В этом положении у нас прямые ноги. Здесь вы можете тоже выбирать высоту кирпича. Чтобы вы чувствовали небольшую аскезу с одной стороны. Но с другой стороны тело сильно не напрягалось. Оно успокаивается. Отдыхает. И сделайте еще один цикл дыхания. Вдох и выдох. Аккуратно опускаем левую руку. Руками упираемся в пол. И левую ногу мягко уводим назад. Собака мордой вниз. Адха мука шванасна. Начинаем с положения с согнутыми ногами. Живот прижимаем к бедрам. Руки, спина одна прямая линия. Здесь сделали один цикл дыхания. Попробовали ноги больше выпрямить. У кого получается выпрямили, потянулись пятками к полу. Для начинающих допустимо сохранять вариант с согнутыми коленями. Делайте акцент, чтобы руки спина были в одну линию выпрямлены. Далее правой ногой мы делаем шаг вперед. Выпрямляемся. И связка из этих двух асан на другую сторону. Снова приготовьте, пожалуйста, кирпич. Сейчас правая нога у нас спереди. Левая направлена стопой внутрь. Руки в стороны. Тянемся за правой рукой. Правая рука или на бедро, или на голень, или на кирпич. Левая вверх. Отстроили крайнее положение. Все тело в одной плоскости. И вместе делаем три цикла дыхания. Продолжение следует... Очередным выдохом опустили левую руку. Левой ногой уходим левее. Кирпич помещаем под левую руку. Выпрямляемся. Проверили, что ноги на лыжне. Таз закрыт. Наклоняемся параллельно полу. С прямой спиной. Обе ноги прямые. Если чувствуете, что слишком далеко ноги расставлены, уменьшите шаг. И левую руку помещаем на кирпич. Правую поднимаем вверх. Поревриты триконасаны. Регулируйте, пожалуйста, высоту кирпича, если с ним сейчас работаете. Чем ниже вы опускаете корпус, чем ниже руку опускаете, тем сложнее сохранять ноги прямыми и балансировать. Именно для этого мы с вами используем пропс-блок для йоги. В таком положении легче. И чем ниже, тем уже будет сложнее. Адхамукашванасана сложнее. Опускаем аккуратно правую руку. Правую ногу уводим назад. И снова Адхамукашванасана согнули ноги в коленях, живот прижали к бедрам. Собака мордой вниз. У кого получается выпрямили ноги в коленях, пятки потянули к полу. Еще один цикл дыхания выполняем. Хорошо. Далее левая нога, шаг вперед. Поднимаемся. Разворачиваемся снова ноги на одной прямой. Наклоняемся до параллели с полом. Проверяем, прямая ли спина. Если спина скруглилась, то сгибаем ноги в коленях и выпрямляем спину. Руки помещаем на какую-то опору. Левая рука на опоре. Если получается на полу, но с прямой спиной. Правую руку поднимаем вверх. И еще один цикл дыхания здесь. Вдох. Выдох. И опустили правую руку на опору или на пол. И на другую сторону скрутка. Левую руку подняли. Отстроили положение левой рука. Продолжение правой. И снова вдох. Выдох. Аккуратно вернули. Далее кирпич мы ставим дальше от себя. И начинаем руками к нему тянуться. Если спина скругляется при этом, вы сгибаете ноги в коленях и продолжаете тянуться. Если получается с прямыми ногами. Расслабьте, пожалуйста, шею. Если с кирпичом получается довольно легко, вы также тянетесь по полу. Шея у вас расслаблена. И давайте вместе сделаем еще один цикл дыхания. Вдох. Выдох. В этом варианте вес в пятке. Руками продолжаем тянуться вперед. Аккуратно переносим руки к левой ноге. И вытягиваемся вдоль ноги. У кого-то получится пока верхний вариант. Примерно такой. У кого получается, опускаемся ниже. И здесь три цикла дыхания. Давайте все вместе. В режиме дыхания у джаи. После третьего цикла дыхания мы аккуратно переходим к правой ноге. И здесь точно так же. Если пока гибкость начальная, поднимаемся выше. И со скруткой вытягиваемся вдоль правой ноги. Если получается, уходим ниже. И в крайнем положении три цикла дыхания. Осознанное дыхание. Наблюдаем за ощущениями в теле. После вашего дыхания вытягиваемся вдоль правой ноги. После второго третьего цикла переходим в центр. И здесь делаем ваш вариант. Просорита податанасаны. Наклон с широко разведенными ногами из положения стоя. Руки в локтевой замок. Тянемся вниз. Это облегченный вариант. Стараемся с прямой спиной. Если необходимо, сгибайте ноги в коленях. Вытягивайтесь таким образом. Если получается с прямыми ногами. У кого получается, захватываем руками голени. И в этом положении уже фиксируем. Снова три цикла дыхания. Снова три цикла дыхания. После вашего третьего цикла дыхания мы поднимаемся. Сначала голову держим параллельно полу. Далее начинаем собирать стопы вместе. Сгибаем ноги в коленях и присаживаемся. Колени широко. Стопы вместе. Батха-канасана. Поза связанного угла. Или поза бабочки. Выпрямляем плечи. Выпрямляем корпус. Захватите, пожалуйста, стопы. Прикройте глаза. И пронаблюдайте ощущения в теле. Именно сегодня, на текущий момент. Как тело чувствует себя в этом положении. Если вы чувствуете, что спина закрепощена, начинает скругляться, тяжело сидеть в этом положении, пожалуйста, под таз поместите какое-то возвышение. Ну, например, подушку. Снова сложите стопы и пронаблюдайте, изменились ли ощущения в теле. Пока не нужно тянуть, не нужно специально раскрывать стопы. Только понаблюдайте. Прямая спина, колени разведены настолько широко, как получается, стопы вместе. Далее левую руку помещаем сзади, правую надавливаем на правое бедро. Это можно сделать так же, оставаясь на опоре на подушке. Может быть, для кого-то нужен быть блок, чтобы повыше подняться. Поднимаемся на другую сторону. Теперь правая рука сзади, левой рукой надавливаем на бедро. Например, если у вас сейчас высоко достаточно колени, попробуйте надавить на левую ногу. Правая может при этом подняться вверх, это не страшно. Но левую попробуйте опустить. Когда вы это сделали, направляйте правую ногу, правое бедро к полу с помощью сильных мышц. Вес немного переносите вправо. И мы снова вернулись в центр. Захватите стопы и попробуйте теперь стопы раскрыть как книжку. Подошву стоп направите вверх. Попробуйте это сделать сначала на опоре. Если чувствуете как-то себя некомфортно на опоре, убираем ее. И то же самое движение без нее. Захватили стопы и пробуем раскрыть. Здесь можно немного скруглять спину и делать вот в таком варианте. Если у вас получается держать спину прямой, очень хорошо. И в вашем крайнем положении, сейчас без наклона, сделаем просто с прямой спиной захват стоп. Можно захватить себя за большие пальцы ног. Круговым движением плечи увели назад и вытянулись макушкой вверх. Три цикла дыхания. Мысленным взором проходимся по позвоночнику снизу вверх. Хорошо, постепенно завершаем это упражнение. И будьте внимательны. Левую ногу мы вытягиваем вперед. Правую оставляем согнутой. Правую стопу подтягиваем как можно ближе к тазу. Первая моречасана. И здесь вы можете использовать ремешок, если не дотягиваетесь до стопы руками. Возьмите, пожалуйста, какой-то ремешок или пояс и используйте его. Если дотягиваетесь, то захватываем стопу руками. В этом положении тоже плечи уводим назад. И мы постепенно начинаем выполнять моречасану. Прикрыли глаза. Здесь сделали вдох, выдох. Кто сейчас использует ремешок, вы его держите и плечи с каждым выдохом уводите назад. Кому удалось захватить стопу руками, мы пробуем идти дальше. Опустите руки на пол и руками пробуйте тянуться вперед к началу коврика. При этом корпусом все больше уходим к ноге. Если вы дошли до вашего предельного на сегодня положения, здесь остаетесь. Помните, мы с вами легкую аскезу испытываем в асанах, но не доводим до дискомфорта сильного и до болезненных ощущений. Если идете в крайнее окончательное положение моречасаной, из этого положения руки мы уводим назад и делаем замочек за спиной. Лоб стараемся опустить на голень и задерживаемся на три цикла дыхания в вашем крайнем положении. Продолжение следует... Продолжение следует... Аккуратно возвращаемся. Правую ногу заводим за левую. Вытянулись в этом положении артхаматсиндрасана. Скрутка из положения сидя. Повернулись в вашу правую сторону. Можно остаться здесь. На несколько циклов дыхания, которые мы сейчас будем делать. И левую руку заводим за правое бедро. Кисть складываем в джиняне мудрую. Указательный большой палец в кольцо. Три другие вытянуты вместе. Взгляд за правое плечо. Три цикла дыхания. После третьего цикла дыхания мы начинаем раскручивать корпус. Но правую ногу уводим дальше. Стараемся стопу поместить возле левого бедра. А правое колено над левым коленом. Выпрямили здесь корпус. Руки в стороны. Левая рука перед вами. И правая рука. Оплетаем ее снизу. Делаем гаруду из рук. Три цикла дыхания здесь. Дыхание у джая. Три цикла дыхания. Освобождаем руки. Выпрямляем правую ногу. Двумя руками оттолкнулись от пола. Дандасана. Вытянули корпус. И теперь левую ногу сгибаем. Стопу ставим как можно ближе к тазу. Проверяем, можем ли дотянуться руками до стопы. Если не можете, берите, пожалуйста, ремешок. Используйте его. Плечи уводим назад. Дальше руками тянемся все ближе к началу коврика. И у кого получается, выходим в полный вариант первой маричасаны и фиксируем его уже три цикла дыхания. У кого пока не получилось, фиксируйте ваш крайний вариант из предложенных сейчас. Продолжение следует... После третьего цикла дыхания поднимаемся. Левую ногу заводим за правую. Выпрямляем. И скрутка в вашу левую сторону. Или фиксируем облегченный вариант. Правой рукой держимся за колено левой ноги. Или же уходим в скрутку, как на прошлую сторону с вами выполняли. Правой рукой делаем диняне мудру. Указательный большой палец в кольцо. Три другие вытянуты. Спасибо. Раскручиваем. Раскручиваем корпус в центр. Левую ногу уводим в положение гамукхасаны. Насколько для вас это получается. Если так тяжело, оставляйте повыше. Руки в стороны. И правая рука перед вами. Левой рукой оплетаем ее снизу. Ладони вместе. Гарунда из рук. Снова три цикла дыхания. Раскручиваем. Раскручиваем. Аккуратно расплетаем руки, левую ногу уводим вперед, сгибаем ноги в коленях, руки помещаем сзади, поднимаем таз вверх. Облегченный вариант пурватанасаны, иногда положение называют позу стола, пурватанасану вытяжением всей передней стороны тела. Здесь делаем еще один цикл дыхания, вдох, выдох, опустили таз вниз, вытянули ноги перед собой, перекатились с ягодицей на ягодицу. Готовимся к паще мотанасане, наклоны с положения сидя. Руками оттолкнулись от пола и постарались выпрямить спину. Я знаю, что у некоторых такой вариант пока не получается. Что вам следует сделать? Согнуть ноги в коленях и продолжать руками толкаться от пола. Живот приближаем к бедрам. Прикрываем глаза. В вашем варианте делаем один цикл дыхания, подтягивая после выдоха у дьяна-бандху. Живот подтягиваем внутрь вакуумом. Далее, или в варианте с согнутыми ногами, или в прямом варианте, уходим в наклон со скруткой в вашу правую сторону. Скругляем спину, сейчас спину не нужно прямой держать. И здесь тоже делаем один цикл дыхания. Глубокий вдох. Выдох. И аккуратно возвращаемся в исходное положение, на другую сторону. Тоже скрутились, скруглили спину. Сделаем глубокий вдох. Выдох. Вернулись в исходное положение. Еще раз руками оттолкнулись от пола с прямыми ногами или с ногами согнутыми в коленях. Важно складывание в тазобедренных и вот этот хотя бы небольшой, но острый угол между корпусом и полом. Пусть он будет прямой. Главное, чтобы не было вот такого положения. И сейчас в вашем варианте выполните наклон. Кто может удерживать, пожалуйста, выходите в ваш крайний вариант и подержите фиксацию. А мы с остальными участниками, с начинающими, будем продолжать постепенное вхождение в асану. Продолжаем отталкиваться. Глаза прикрыты. Дыхание у джая. И после выдоха мы все время с вами подключаем у дьяно-банху. Если у вас нет каких-то противопоказаний в области ЖКТ каких-то проблем или если сегодня менструация, тогда не нужно делать у дьяно-банху. В остальных случаях допустимо. Вы можете побыть в этом положении, если пока наклон совсем начальный, совсем тяжело, если скругляется спина уже сейчас. Если допустимо для вас, руки выводите вперед и ладонями натягиваете пол на себя, уводя плечи назад круговыми движениями. Продолжаем также дышать и тоже подключаем у дьяно-банху. Сделаем все вместе один цикл. Глубокий вдох. Выдох. Потянули ладонями пол на себя и сделали у дьяно-банху. После этого в наклон уходится глубже. Тело само уходит в наклон. Сделайте еще несколько циклов дыхания в вашем режиме. Кто уже может опуститься глубже, пожалуйста, сделайте захват за стопы или за большие пальцы ног. И мы также подключаем с вами у дьяно-банху. Сделаем три цикла дыхания уже в своем режиме. Сделаем три цикла дыхания. Продолжение следует... И постепенно возвращайтесь, пожалуйста, из наклона. Опускаемся на спину. Руки разводите в стороны. Поднимаем ноги. Ноги согнуты в коленях. И опускаем ноги в вашу правую сторону. В положение скрутки. Взгляд в противоположную сторону. И здесь три цикла дыхания. В режиме у джая дышим животом. Возвращаем ноги в исходное положение. И меняем сторону. Опускаем ноги в вашу левую сторону. Взгляд вправо. Проверьте, пожалуйста, чтобы плечи у вас оставались на полу. Проверяйте левое плечо, правое плечо на полу. Если нет, то выравнивайте положение, чтобы сначала плечи выровнялись. И потом уже подстраивайте ноги как-то. Дышим животом. Проверяйте левую плечо. Аккуратно возвращаем в исходное положение. Стопы соединяем вместе. Колени широко. Руки уводим за голову. И остаемся в положении субта-бадха-канасаны. Далее, если противопоказания к перевернутым асанам, вы будете оставаться в этом положении. Позы бабочки лежим. Противопоказаниями являются деменструация у женщин. Проблемы с давлением у всех. Сильно высокая, низкая. Проблемы со зрением. Сильный плюс или минус. Какие-то операции на глазах, если были. Ну и также индивидуальные какие-то особенности. Если сегодня головокружение, чувствуете, что простуда начинается. Лучше здесь полежать, вот в этом варианте. Если ничего из перечисленного нет, тогда выпрямляйте ноги. Вытягивайте ноги. Руки можно пока развести в стороны. Носки на себя от себя. Далее руки вытягивайте вдоль корпуса и аккуратным движением пробуйте увести ноги за голову в положении халасана. Поза плуга. Поза плуга. В положении плуга вы пробуете остаться с ногами на полу. Но если для вас это затруднительно, можно оставить ноги на весу. Побудьте, пожалуйста, в этом положении несколько циклов дыхания. Из положения плуга попробуйте поднять. Одну ногу вверх. Сейчас руки уже можно поместить на корпус. Но вы придерживаете руками корпус. Опустите поднятую ногу и поднимите вторую ногу вверх. Снова опускаем. И поднимаем две ноги вверх. Поддержите, пожалуйста, это положение. Саврово-гасана. Поза воздействия на все тело в целом. Иногда ее называют позой березка. Вот. Используем... Используйся. Ровное дыхание в положении сарвангасаны. Начинаем плавно ноги опускать за голову, снова в позу плука, халасана. Теперь захватываем руками голени и начинаем очень плавно, аккуратно раскладывать корпус по полу. Далее у нас будет небольшая шавасана, поза отдыха. Ложитесь, пожалуйста, на спину, руки и ноги по 30 градусов к корпусу. Прикрывайте глаза. Если чувствуете, что есть какой-то дискомфорт в пояснице, иногда у участников бывает такое, после перевернутых асан, полежите некоторое время на спине, ноги при этом согните в коленях и старайтесь поясницу вжать в пол. Когда почувствуете, что боль отпустится, то выпрямляйте ноги и лежите в полном варианте шавасаны. Итак, мы находимся с вами на спине. Направляя внимание в разные части тела, мы будем с вами стараться расслабить эти части тела, удерживая свое внимание там. Наша задача в течение нескольких минут сейчас, когда у нас будет эти шавасана, не думать ни о чем, кроме тех частей тела, куда мы направляем внимание. Мы с вами в том числе тренируем наши навыки к сосредоточению. Итак, направляем внимание в стопы. Делаем вдох, с выдохом расслабляем стопы. Направляем внимание в голени. Снова вдох, выдох и расслабляем голени. Расслабляем колени. Расслабляем бедра. И почувствуйте, пожалуйста, что ноги полностью расслаблены. Очередной выдох и снимаем все оставшееся напряжение из области ног. Далее расслабляем кисти. Далее расслабляем кисти. Запястье. Предплечье. Локти. И плечи. Руки полностью расслаблены. Мысленным взором проходимся по позвоночнику снизу вверх. Мысленной волной. Снова делаем вдох и с выдохом расслабляем область спины. Очередной вдох. Чувствуем область лица. И с выдохом расслабляем все мышцы лица. Оставимся в этом положении еще несколько циклов дыхания. Пробуем наблюдать свой вдох и выдох. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Постепенно завершаем нашу небольшую шавасну, сделайте, пожалуйста, вдох-выдох, пошевелите пальцами рук и ног, руками вытягиваемся за головой, далее колени подтягиваем к груди и аккуратным плавным перекатом присаживаемся для завершения нашей практики. На этом наше занятие завершено. Благодарю вас за участие. Пишите, пожалуйста, ваши отзывы в комментариях, а также пишите, какие видео вам было бы интересно увидеть на этом канале.